Здравствуйте! Вы смотрите новости МТРК. В студии работает Александра Солмина. И сейчас я коротко расскажу вам о главных темах выпуска. Под флагом дружбы и согласия. В Петропавловске торжественно подняли знамя Ассамблеи народа Казахстана. Старт году общественного института дан. Более 700 миллионов тенге вернули государству. Итоги прошедшего года подвели в областной прокуратуре. Скорость и точность прицела демонстрируют североказахстанцы. В поселке Барки проходят соревнования по биатлону. Теперь обо всем подробнее. 2015 год в нашей стране – это год Ассамблеи народа Казахстана, который отмечает в текущем году свое 20-летие. 6 февраля дали старт году общественного института. Подняли флаг Ассамблеи одновременно во всех регионах нашей многонациональной страны. В Петропавловский праздник открыл председатель областной Ассамблеи народа Казахстана Акимобласти Ерик Султанов. Репортаж Ирины Панфиловой. Площадь перед первым корпусом – СКГУ имени Монаша Кузыбаева. Здесь собрались горожане, они в национальных костюмах. На плечах шарфы с логотипом общественного института, в руках цветные шары. Своеобразный символ мира и дружбы между представителями разных этносов, проживающими под единым шанраком нашей страны. Открыл праздник председатель областной Ассамблеи народа Казахстана, глава региона Ерик Султанов. Он зачитал землякам праздничное обращение президента Нурсултана Назарбаева. Уважаемые казахстанцы, сегодня по всей стране стартует объявленный моим указом год Ассамблеи народа Казахстана. Весь год мы посвятим самым главным нашим ценностям – независимости, свободе, единству, миру и согласию народа Казахстана. Сегодня Ассамблея народа Казахстана – это институт всенародного представительства, авангард гражданского общества. Поэтому год Ассамблеи – наш общий праздник. Дело всех 17 миллионов казахстанцев. Каждый гражданин должен чувствовать ответственность за мир и согласие на нашей земле. Это ключи к будущему Казахстана. Год Ассамблеи станет годом наших больших конкретных дел, новых свершений для достижения цели и стратегии «Казахстан-2050». Мы приступили к реализации основных задач новой экономической политики, но вошел в путь в будущее. Год Ассамблеи наполнил такими важными событиями, как 20-летие Конституции, 550-летие образования казахского ханства и 70-летие Победы. Нынешний год должен стать яркой демонстрацией единства, навеки сплоченного общеисторической судьбой. Казахстан – это единая земля, единый народ, единое будущее. Я поздравляю всех казахстанцев с начала года Ассамблеи. Пусть дух независимости, единства и согласия дает нам энергию и веру в себя. Мы один народ, одна страна, одна судьба. Наш казахстанский путь – мир, согласие и развитие. Президент Республики Казахстан, председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев. 1 марта исполнится 20 лет со дня создания общественного института. За это время Ассамблея превратилась в уникальное межнациональное движение, призванное сохранять мир и согласие в нашем обществе. И впредь укреплять эти духовные ценности северян сегодня призывают представители старшего поколения и молодежь. Я считаю, что самое главное достояние и достижение нашей республики – это мир и спокойствие в нашей стране. И мы, молодежь, обещаем нашему президенту поддерживать этот мир, это согласие. Я надеюсь, что наше многонациональное единство, оно будет сохраняться еще много-много столетий. И вот торжественный момент – поднятие флага Ассамблеи народа Казахстана. Право сделать это предоставили ветерану Великой Отечественной войны Василию Турашеву, почетному гражданину области Жамбулу Тасименову, заместителю председателя областной Ассамблеи народа Казахстана Мусе Дадаеву и члену сборной страны по легкой атлетике Маргарите Мукашевой. Это люди, которые внесли большой вклад в развитие региона. Сегодня белое полотнище с логотипом Ассамблеи народа Казахстана одновременно подняли во всех регионах нашей многонациональной страны. 20 лет Ассамблеи – это большое дело. Мы мирно живем около 100 национальностей в республике Казахстан. За это я горжусь. Я думаю, что каждый наш земляк-казахстанец должен приложить максимум инстурии, чтобы на земле был мир, процветала страна. Продолжился праздник флеш-мобом с участием молодежи. Жастар Кугамды, Келес МД Колдайде. Несмотря на то, что я сегодня в костюме своей национальности, я чувствую себя очень комфортно. И я рада, что в Казахстане живут столько много национальностей в мире и согласии. Но, конечно же, это заслуга нашего президента и Ассамблеи народов Казахстана. Хочу пожелать нашей стране дальнейшего мира и процветания. В первые годы создания общественного института в Абластной Ассамблеи народа Казахстана работали всего 7 этнокультурных объединений. Сегодня их уже 23. Еще 104 центра функционируют в районах. В нынешнем году перед ними стоит немало задач. Перед нами стоят большие задачи перед Ассамблеей. Это первое межнациональное согласие, этническое согласие. И еще самое главное, внедрение государственного языка среди молодежи всех этническо-культурных центров. В нашу диаспору мы впускаем русский, казахский, курдский разговорный словосправочник. Подчеркнул многоликость казахстанского общества и праздничный концерт с участием ведущих творческих коллективов региона. Здесь же рассказали о проведении 9 конкурсов объявленных Ассамблеей народа Казахстана. Они будут проходить в рамках года общественного института и акции 20 добрых дел. В зале атмосфера большого праздника. Все песни и танцы о родной земле, о дружбе народов, о единстве и толерантности. О том, чем так гордится наша независимая республика. Ирина Панхилова, Михаил Казначеев, новости МТРК. В Казалжарском районе участниками синхронной акции, посвященной году Ассамблеи народа Казахстана, стали более 300 сельчан. В Доме культуры собрались представители всех этнокультурных объединений района. Как проходила акция и о чем говорили ее участники в материале Гульнары Калий. В районном Доме культуры обстановка торжественная. В фойе развернулась выставка прикладного искусства этнокультурных объединений. Здесь представлены казахский национальный курпень, немецкие баварские тарелки, русские лапти, корова и многое другое. Что характеризует многонациональность казалжарцев. Ведь население района насчитывает более 55 тысяч человек. Это представители разных народов, которые живут в дружбе и согласии уже много лет. Мы представляем разные предназначительности кусочек Армении, как говорится, на этом столе. Мы очень рады, что живем в многонациональном государстве. Здесь мы живем очень дружно и желаем, чтобы всегда у нас Казахстан процветал. А уже в зале состоялась церемония выноса флага Ассамблеи народа Казахстана. Это событие объединило сегодня более 300 казалжарцев. Старт года Ассамблеи проходит под эгирой двух значимых проектов. Года воплощения мечты предков Мангалик-Ель и года обновления Нурлыжоу «Путь в будущее». 1 марта вся страна отметит 20-летие Ассамблеи народа Казахстана. За это время общественный институт продемонстрировал всему мировому сообществу настоящий пример дружбы и единства. К новым экономическим условиям, которые глава государства отметил в послании Нурлыжоу «Путь в будущее», роль эмиссии Ассамблеи только повышается. Здесь же представители старшего поколения от национальных культурных центров района обратились с напущенными словами к молодежи, вручили символ эстафеты юрту. Мир можно сохранить через культуру, через литературу, живопись, спорт. В нашем городе каждый народ, проживающий в нашем государстве, имеет возможность трудиться, развивать свой язык, культуру, обычаи. Казахи, русские, немцы, поляки, узбеки, армяне, таджики. В этом зале представители каждой из наций. И все говорят о мире и согласии под единым шанераком. Главная задача нашего и последующего поколения – беречь и сохранить этот мир. Сегодня в Казалжарском районе действует 9 этнокультурных центров. Приоритет в работе отдают сохранению мира и согласия в независимом Казахстане. 20 лет году Ассамблеи – это очень большой праздник. Праздник для всех казахстанцев, для всей нашей многонациональной страны, нашей Родины. Более 20 лет мы живем в мире и согласии. Казахстан – наш общий дом. Я поздравляю всех казахстанцев с обезнаменательной датой. Пусть над нами сюда царит мирное небо. Пусть все будут здоровы, счастливы. Праздничную атмосферу в зале создавали творческие коллективы. Объявили в этот день казалжарцам и о старте восьми республиканских конкурсов. Проводятся они в рамках празднования 20-летия АНК. Гульнара Кали, Владимир Боровков. Новости МТРК. Большим праздничным концертом запомнится старт года Ассамблеи народа Казахстана для мамлючан. На сцене Дома культуры выступили этнокультурные объединения всех 11 сельских округов района, рассказывает Кристина Горбаченко. Я ты, он, она. Таким флешмобом юные мамлючане демонстрируют свое единство. На сцене представители разных этносов, каждый в своем национальном костюме. Это еще одно доказательство дружбы народов. И вот торжественный момент поднятия флага Ассамблеи народа Казахстана. Аким района Ербулат Бекшенов в своем выступлении к землякам говорит о том, что наша страна признана регионом мира и согласия. И в 2015-м казахстанцы должны показать свое единство, а свое достояние мир и стабильность каждодневным трудом защищать и укреплять. Ассамблея народа Казахстана вносит бесценный вклад в сохранение и укрепление стабильности и процветание в стране. Благодаря ее деятельности мы успешно прошли путь строительства общегосударственной идентичности и при этом сохранили культурную и самобытность всех этносов, проживающих в нашем государстве. Старт к году Ассамблеи народа Казахстана мамлючане дают как одна большая семья. В зале представители культурных центров и объединений всех сельских округов района. В мамлюдском районе сегодня проживает более 30 представителей разных национальностей. Благодаря мудрой политике Нурсултана Абишевича мы, люди разных национальностей, живем под одним мирным шанераком. Мы должны всегда помнить, у нас общий дом, общее будущее и в этом сила нашего народа. На сцене участники республиканской синхрон-акции показывают свои таланты. Выступил и славянский коллектив из села Новомихайловки. Вокальной группе «Девчата», кстати, как и Ассамблеи народа Казахстана, тоже 20 лет. Мы поем песни на украинском языке, руссконародные песни. Нанимаемся детьми постоянно. Ребятишки школы принимают у нас активное участие. Сейчас у нас еще работает группа вдохновения, группа ветеранов труда. Хорошо, что у нас есть такой институт, ассамблея, где действительно мир, дружба, сплоченность людей. А в завершении праздничного концерта песня «Тамикен», что в переводе означает «Отчизна». Это произведение о бескрайних степях Казахстана, о судьбе человека, о родной земле. Амричане гордятся, что живут в стране, где есть стабильность, где политика основывается на межэтнической толерантности и общественном согласии. Жизнь в Казахстане сейчас очень хорошая. Самое главное, чтобы не было войны. Мы живем сейчас в мире все, нету притеснений никаких. И поэтому мы рады, что у нас мирное небо над головой, что у нас есть хлеб, что у нас есть вода. Кристина Горбаченко, Желдезбек Ермуканов, Новости МТРК. Как используются средства национального фонда? Контроль за этим возложен на прокуратуру. Об этом говорили на расширенном заседании коллегии надзорного органа области. Также на встрече подвели итоги прошедшего года. В работе коллегии приняли участие первый заместитель прокурора Республики Казахстан Иоганн Меркель и Акимобласти Ерик Султанов. Подробности далее. На повестке дня итоги 2014 года с результатами работы областной прокуратуры знакомится первый заместитель генерального прокурора Республики Казахстан. Иоганн Меркель прибыл в северный регион, ознакомится с тем, как в области выполняются поручения главы государства, обозначенные в стратегии Норлежол. Представитель генпрокуратуры интересует вопросы использования средств национального фонда и меры по стабилизации экономики, предпринятые правоохранительными органами. Детально об итогах работы надзорного органа в докладе главного прокурора региона. В прошлом году государству они возместили более 712 миллионов тенге ущерба. Из них 422 миллиона поступили в госбюджет. Это результаты проверок. В 2014-м их провели 770 и выявили свыше 19 тысяч нарушений. Возвращен 31 земельный участок стоимостью 290 миллионов тенге. Возбуждено 14 уголовных дел, в том числе 6 коррупционных. Отменено 14 конкурсов по госзакупкам на 891 миллион тенге. Об итогах социально-экономического развития региона говорил о Кимобласти Ерик Султанов, принявший участие в работе коллегии. В этом году почти на 3% увеличился воловой продукт. Сегодня он составляет около 800 миллиардов тенге. По программе форсированного индустриально-инновационного развития реализовали 32 проекта на сумму 31 миллиард тенге. Развитие животноводства, ремонт автомобильных дорог, реконструкция аэропорта. Планов на ближайшее будущее немало. За качеством работ необходим контроль, и поэтому здесь так важно наладить эффективное взаимодействие с надзорными органами. Работники прокуратуры, выполняя свои должностные обязанности, ежедневно демонстрируют свой профессионализм, работоспособность и преданность делу. Выражаю уверенность в нашем дальнейшем эффективном взаимодействии для достижения единой цели по обеспечению законности и стабильности в нашем обществе. Как в любом деле, здесь важен результат, который положительно скажется на качестве жизни наших граждан. А результаты сегодня у прокуроров есть. В прошлом году защитили права 17 тысяч североказахстанцев. Более чем 10 тысячам граждан работники органов надзора взыскали заработную плату на сумму больше 260 миллионов тенге. Активно прокуроры взаимодействуют и с палатой предпринимателей области. Защитили 113 субъектов бизнеса. А еще пресекли незаконную миграцию лжепредприятий. Мигрировали три лжепредприятия с других областей. В этой связи к нами была отменена регистрация их на территории области. И недоимка была снижена на 4 миллиарда тенге. Особое внимание в надзорном органе уделяют планам на 2015 год. Главное, говорят прокуроры, соблюдение законности использования средств, выделенных по карте индустриализации. А это больше 6,5 миллиардов тенге. Говорили и о высоких показателях заболеваемости туберкулезом в области. Решено провести анализ такой статистики, найти причины, устранить или минимизировать их. Александра Салмина, Тимур Рахматуллин, Новости МТРК. А у нас реклама. Увидимся через пару минут. Не переключайте канал. На данный момент ведется заливка плиты перекрытия 6 этажа первого подъезда. Также приступили к работам по облицовке фасада первого этажа. Выполнены 4 входные группы. Помимо всего этого произведена забивка 300 свайп под 16 этаж. Внесите первый взнос и станьте обладателем новой квартиры по минимальной цене. Впервые в городе Петропавловске строительная компания «Казградстрой» и жилищно-строительный кооператив «Наш город» объявляют об открытии продаж парковочных мест в новом подземном паркинге в современном строящемся жилом комплексе «Казалжар». Все желающие могут оставить заявки в офисе нашей компании. Все подробности по телефону 361919. «Казградстрой НС» воплощает мечты в реальность. Вы еще сами готовите еду? Не тратьте свое время. Доставка КЗ – первый интернет-ресурс доставки готовых блюд в городе. У нас салаты, суши, роллы, пиццы, шашлыки и напитки. Высокая скорость доставки позволяет привезти блюда еще горячими. Делайте заказ и мы доставим вам еду. Доставка КЗ – лучшее место для гурмана. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем выпуск. Конструктивный диалог. Актуальные вопросы взаимодействия в сфере профилактики коррупции обсудили на встрече в Департаменте Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Североказахстанской области с журналистами региона. Здесь же руководитель ведомства Шингас Кабдул рассказал об итогах работы за два месяца, в том числе о результатах деятельности в рамках профилактики коррупционных правонарушений. Встреча в формате диалога между представителями средств массовой информации и антикоррупционного ведомства позволила достичь договоренности о двухстороннем сотрудничестве. Журналисты интересовались развитием уголовного дела в отношении руководителя управления службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Североказахстанской области. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Требовалось у предпринимателя денежное вознаграждение в сумме 8 тысяч долларов США за положительное решение по материалу доследственной проверки по факту подделки учетно-контрольных марок на алкогольную продукцию. В настоящее время, по словам руководителя Департамента Шенгаса Кабдуллы, Петропавловским городским судом санкционирована мера пресечения в виде залога. Дело находится в производстве. И к другим темам. Работать сообща. Городское управление государственных доходов, Палата предпринимателей Североказахстанской области и руководители торговых рынков города подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Цель документа – повысить информационную грамотность бизнесменов в сфере налогового законодательства. Продолжит наш корреспондент. Содержание меморандума изложено на нескольких листах. Предприниматели внимательно ознакомятся с информацией в документе. Такое тройственное соглашение Палаты предпринимателей Североказахстанской области, Управление государственных доходов по городу Петропавску и руководители торговых рынков областного центра подписывают впервые. Главная цель – повысить информированность бизнесменов об изменениях в сфере налогообложения. Мы хотим предупредить на ранней стадии наших налогоплательщиков о недопущении нарушения фактов, нарушении налогового законодательства. В части пусть это будет регистрация индивидуальных предпринимателей, то есть осуществление субъектами в соответствии с законодательством, нарушение специальных налоговых режимов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Прежде чем поставить подписи в документах, участники встречи активно обсуждают плюсы соглашения, предлагают варианты сотрудничества. Предложений много. Например, ввести консультационный день, когда субъекты бизнеса в торговых рынках смогут задать специалистам фискального органа и палаты предпринимателя интересующие их вопросы. Идею работать сообща поддержали все. Эта информация должна быть доступна до каждого предпринимателя. Мы все должны исполнять закон, мы все находимся в рамках одинаковых условий, но с помощью вот этого документа мы будем равносторонне информированы. И вот документ подписан и дружеское рукопожатие, а впереди большая работа в рамках нового соглашения. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Праздник дружбы в детском доме. Персоналы, воспитанники интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организовали фестиваль. Гости не только знакомились с обычаями и традициями разных народов, но и смогли попробовать национальные блюда. Посвятили торжество 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. На фестивале побывал Арман Баэнде. Праздник, посвященный 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, в школе-интернате организовали по всем правилам. Сначала его воспитанники знакомили гостей с выставкой изделий декоративно-прикладного искусства и блюд национальной кухни. В Белоруссии вторым хлебом является картошка. Зовут ее «Бульба» по-нашему. Из картошки известно более 360 национальных блюд. Ну, то есть картошка с огурцом, картошка с салом, пирог картофельный. А после пригласили послушать народные песни и посмотреть танцы. Концерт продолжил праздничную программу. Здесь же наградили лучших работников школы-интерната. В их числе Роза Калькенова, учитель казахского языка. Интересно учить другие национальности казахскому языку. Мне приятно, когда они стремятся, хотят учить государственный язык. А еще здесь организовали спортивные состязания. Воспитанники школы-интерната мерялись силами в национальных играх. Арман Бенде, Владимир Боровков, Новости МТРК. В завершении выпуска новости спорта. В рамках зимнего спортивного праздника «Север» в поселке Барки стартовали соревнования по биатлону. В них принимают участие порядка 60 спортсменов из разных районов области. Турнир продлится два дня. За гонками биатлонистов наблюдал Денис Севков. Эти соревнования по биатлону проходят в рамках зимнего праздника «Север-2015». В них принимают участие спортсмены из всех районов области. Сегодня побороться в скорости и выносливости в поселке Барки собрались порядка 60 биатлонистов. Один из них – Денис Чуманов. В этом виде спорта он уже три года. С тех пор ежегодно принимает участие в зимнем спортивном празднике. В этих соревнованиях участвую третий год. Жду только, конечно, победы. Соперников я, в общем, никого здесь не знаю, так как приехали с разных районов. Вижу впервые. Конечно, хочу выиграть. Будет трудно. Главная задача – преодолеть круг дистанции в 10 километров. Но это сделать не так-то просто. Ведь на поте биатлониста – огневой рубеж. Главное после 10-километровой дистанции сконцентрироваться перед выстрелом. Для спортсмена важно закрыть все мишени. Ведь за каждый промах получаешь штраф. У нас сегодня гонка спринтерская на 10 километров у мужчин, 7,5 – у женщин. Плюс со штрафными кругами. За каждый промах штрафной круг 150 метров. Соревновались сегодня не только мужчины, но и девушки. Вот только у представительниц прекрасного пола круг меньше – 7,5 километров. Соревнования продлятся два дня. Всех победителей биатлонистов наградят дипломами и медалями. Денис Стивков, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. Это была последняя информация выпуска. Всего вам доброго и до скорой встречи в эфире. Российская обувная сеть Юничел. Теперь и в вашем городе. Натуральная кожа – выбор для всей семьи. Фабричные цены. Прогноз погоды на субботу, 7 февраля. Облачно без осадков. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Температура ночью минус 12, минус 14. Днем минус 10, минус 12. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин